Глядя на юмористов и комедийных актеров, легко поверить, что они самые веселые и беспечные люди в мире. При помощи юмора они скрашивают нашу жизнь и заставляют проще относиться к проблемам. Кажется, их собственная жизнь всегда полна смеха и радости, но так ли это на самом деле? Наш сегодняшний герой Сергей Брунов стал широко известен в России после участия в телешоу «Большая разница», где он блестяще спародировал более ста персонажей. Сегодня артист на пике популярности. В 2019 году он получил премию Тэфи как лучший актер телесериала. В глазах зрителей за Бруновым прочно закрепился комичный образ, однако в интервью он производит впечатление глубоко чувствующего и переживающего человека. В отличие от своих комедийных персонажей, сам Сергей выглядит сдержанным и даже печальным. Что же гложет изнутри Сергея Брунова? В этом выпуске мы разберем его личность и выясним, что скрывается за маской комика. Вы узнаете, как поведение и невербальная коммуникация выдают внутреннее состояние человека и сколько интересного можно узнать, если внимательно наблюдать. На прямых эфирах очень часто многие из вас задают мне вопросы в стиле «Как считаешь, чем стоит заниматься?» или «Как себя мотивировать?», «Как найти и тому подобное». На что я отвечаю? Все индивидуально. Экспериментируйте. Дайте вашему мозгу самому выбрать. Ваша задача лишь предоставить ему выбор. Тем более, что сейчас это сделать проще простого в мире развития интернета и доступности знаний. Вы знаете, что в качестве рекламы я стараюсь выбирать действительно качественные продукты, которые будут способствовать вашему развитию, а явного некачественного и негативного рекламодателя избегать. Так вот, сегодня я хочу с вами поделиться образовательным порталом Geekbrains от Mail.ru Group, где можно освоить любую IT-профессию с нуля. Сейчас активно пользуются спросом такие направления, как программирование, маркетинг, дизайн, менеджмент, и Geekbrains проводят полномасштабное обучение и гарантируют прохождение стажировки в Geekbrains или в компаниях-партнерах с последующим трудоустройством. Есть курсы также для детей 7 лет и интенсивы для опытных разработчиков. И все это в онлайн. Вам не нужно никуда ходить. Для зрителей моего канала действует персональный промокод, по которому вы получите скидку на обучение 20% на любой курс. Срок действия промокода не ограничен. Активация происходит после перехода по ссылке на 7 суток. Это хороший шанс получите новые знания с применением их на практике и все это с гарантией того, что вас трудоустроят на работу. Работу, которая будет приносить вам удовольствие. Ссылку на портал я оставлю в описании. За внешней беспечностью юмористов и комичных актеров часто скрывается глубокая тоска, депрессии, психологические расстройства и травмы. Например, Робин Уильямс, который всегда казался улыбчивым и жизнерадостным, в 2014 году неожиданно для фанатов повесился в своей спальне. Джим Керри всю жизнь борется с тревожностью и депрессией. Роан Аткинсон, известный как Мистер Бин, был на грани суицида, переживая, что после знаменитой роли, которую он играл 20 лет, его не воспринимали как серьезного актера. Среди русских артистов подобных примеров тоже достаточно. Савелий Крамеров, один из самых известных актеров в СССР, огорчался, что все его роли были одного и того же типа. Затем актеры и вовсе перестали снимать из-за его возросшей религиозности. Ему удалось мигрировать в США, но он не успел стать известным там, скончавшись от рака в 60 лет. Алексей Смирнов, сыгравший тунеядца Федю, также мечтал о серьезных драматических ролях, но смешное амплуа прилипло к нему намертво. Зато в реальной жизни драматизма ему хватало. После получения травмы на войне, он не мог иметь близких отношений с женщинами и всю жизнь был одинок. Может быть, существует связь между чувством юмора и психологическими расстройствами? На этот счет проводилось несколько исследований. Нью-Йоркский психолог Самиэл Дженсен в 1978 году писал, еврейский юмор был рожден депрессией и чувством отчуждения от общепринятой культуры. Для еврейских комедиантов юмор стал своего рода защитным механизмом в ответ на агрессию и неприятие окружающих. Дженес изучал эту тему 10 лет, проводя интервью с множеством комиков, не только еврейского происхождения. Он был поражен, что большинство из них пережили в детстве психологические травмы. Многие даже проходили лечение. Владелец сообщества комиков «Фабрика смеха» Джеми Масада отмечает. Трагедия была отправной точкой для 80% комедиантов. Не получив достаточно любви, они стараются преодолеть эту проблему, заставляя других людей смеяться над их шутками. Конечно, эта тема изучена пока не в полной мере и требует дополнительных исследований. Нельзя утверждать точно, что те, кто приходят в сферу юмора, изначально грустные и депрессивные. Но биографии многих известных комиков подтверждают фразу Барона Минхгаузена. Шутка продлевает жизнь тем, кто смеется, но не тем, кто острит. Что же касается Сергея Брунова. Проводя разбор поведения человека, важно изучить его биографию и узнать о ключевых моментах в прошлом, которые повлияли на формирование характера и отношения к жизни. Поэтому я расскажу вам немного о непростом пути Брунова к народной любви и признанию. Обратите внимание на эти факты, они еще пригодятся нам для дальнейшего анализа. Сергей получил диплом Щукинского театрального училища еще в далеком 2002 году. Его пригласили в театр сатиры, где он проработал 4 года, после чего надолго завязал со сценой. Играть в театре было некого, признается актер, вспоминая нелепые эпизодические роли в детских спектаклях. Предложений по съемкам в кино тоже не было. В 2003 году Брунова предложили поработать актером озвучки, что и стало его основным занятием на долгое время. Он озвучил около 300 фильмов. Его голосом говорят такие актеры, как Джонни Депп, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Леонардо Ди Каприо, который стал визитной карточкой Брунова. На киноэкранах Сергей появлялся в основном в эпизодических ролях в комедийном жанре. Были и серьезные роли, но фильмы не приобрели известность. В 2007 году Сергей прошел кастинг в пародийный телепроект «Большая разница», где впервые получил внимание широкой аудитории. Но после закрытия проекта в 2014-2015 годах актер практически остался без работы. Первой по-настоящему прорывной ролью Брунова стал офицер полиции Владимир Яковлев в комедийном сериале «Полицейские срублевки», вышедшем в марте 2016 года. После этого востребованность артиста сильно возросла. Он снялся в сериалах «Ивановы и Ивановы», «Домашний арест», «Содержанки», «Молодрама» и в фильме «Последний богатырь». В 2018-2019 годы стали для артиста очень плодотворными и принесли всенародную любовь. При анализе личности следует уделять особое внимание невербальной коммуникации. Обычно в подобных разборах я рассматриваю поведение в конкретной ситуации и делаю выводы, насколько уверенно себя чувствует человек в этот момент, искреннее ли его поведение, как он отвечает на вопросы и так далее. А задумывались ли вы о том, как анализ базовой линии поведения помогают понять сформировавшуюся программу поведения человека, его типичное настроение и внутреннее состояние. Просматривая разные интервью с Буруновым, мы видим несколько особенностей, проявляющихся постоянно. К ним относятся такие жесты, как покусывание и поджимание губ. Сергей довольно часто закусывает губы, либо поджимает и прячет их. Поглаживание подбородка проявляется у актера чаще всего в минуты задумчивости и погружения в себя. Постукивание пальцем. Сергей часто перебирает пальцами, барабанит ими на ноге, руке или спинке кресла. Все это так называемые жесты-адаптеры. Они обычно служат для самоуспокоения при стрессе и волнении. Но у Бурунова эти жесты входят в базовую линию поведения, то есть проявляются часто даже без внешних стрессовых факторов. Большое количество таких жестов в его невербальном арсенале говорит о сформировавшейся программе поведения с негативным оттенком, излишней нервозностью, либо эмоциональными переживаниями. Интересно понаблюдать за поведением Бурунова на шоу Вечерний Ургант. Сергей появлялся там три раза в 2016, 2018 и 2019 годах. И мы можем увидеть, как менялось его внутреннее состояние в разное время. В выпуске 2016 года поведение Бурунова сложно назвать спокойным и уверенным. Заметно некоторое волнение. Он часто дергает ногами, перебирает пальцами, поглаживает себя по колену, подносит руки к лицу. В этом выпуске подобные жесты-адаптеры проявляются у Сергея чаще и заметнее, чем в его обычном поведении, что говорит о повышенной нервозности и неуверенности. В мимике также не очень много позитивных эмоций, краткие моменты, смеха быстро сменяются задумчивым и грустным выражением лица. Эмоциональная нестабильность. На определенное внутреннее состояние указывают не только жесты и мимика, но и другие элементы поведения. О чем человек чаще всего говорит, как реагирует на критику, похвалу или шутки в свой адрес, какие темы вызывает у него наибольший эмоциональный отклик. Интересен момент, когда Ургант отмечает большой опыт Бурунова в озвучке фильмов и спрашивает, кого он озвучивал чаще всего. Шутка прозвучала немного печально. Заметно, что его собеседникам даже становится неловко, как будто он вложил в нее долю правды. Вероятно, в тот момент, когда Бурунов еще не чувствует себя уверенно в актерском амплуа, ему явно недостаточно быть всего лишь чьим-то голосом. Даже если речь идет о Ди Каприо, которого он сам безмерно уважает. Сергей хотел бы добиться большего, как самодостаточный актер. Передача «Вечерний Ургант» 2016 года посвящена недавнему вышедшему мультфильму «Энгли Бёрдс в кино», в котором Бурунов и Родригес озвучивали персонажей. Заметно, что Родригес воодушевленно и с интересом рассказывает про сюжет мультфильма и про то, как он ездил на Каннские фестивали, где собрались актеры озвучки со всего мира. В это время Бурунов сидит со скучающим лицом. Рядом с Паледо фестиваль. Огромные животные, свиньи, огромные птицы приветствовали людей, стоящих на пляже, и актеры. Заметно, что для него это рядовая роль, не вызывающая особого восторга и гордости. Ладно, пару движений можно. 39 лет, у меня диплом есть. Когда Урган говорит, что Бурунова знает, как отличного актера, Сергей расцветает. Заметно искренняя улыбка. Мы тебя обожаем. Ты роскошный актер. И вообще то, что ты еще озвучиваешь... Но затем, когда Урган добавляет, что его знают еще как пародиста, на лице Бурунова проявляется печаль. Ну, мы тебя знаем как пародиста, и по большой разнице, потому что ты лучший пародист в этой стране. Видно, что амплуа пародиста тоже не то, с кем Сергей хотел бы ассоциироваться. Но почему он так реагирует? Ведь именно благодаря этой передаче он впервые стал широко известен. В этом мы разберемся немного позже. В следующих проявлениях на шоу «Вечерний Урган» в 2018 и 2019 годах Бурунов выглядит уже гораздо увереннее в себе. Здесь все еще проявляются ситуативные жесты адаптера в некоторых моментах. Сергей поправляет пиджак, вытирает руки о колени, барабанит пальцами, гладит себя по колену. Но при этом он раскован, активен, улыбчив, искренне смеется, рассказывает забавные истории, используя много жестов иллюстраторов. Он мне придумал номер какой-то, значит, с картами. И говорил, что, дорогие друзья, у нас в концерте сегодня, мне кажется, не хватает фокусов. Заметно некоторое улучшение его внутреннего состояния и самооценки по сравнению с 2016 годом. В самом начале шоу «Вечерний Урган» 2018 года Иван поздравляет Сергея с достигнутыми успехами и говорит, что тот стал всенародно любимым артистом. Ну вот мы сидели, я вот ждал и говорил, ну когда это произойдет? Когда то, каким я тебя знаю, узнает и полюбит вся страна? Ты стал всенародным любимцем. Ну ладно, ну ты по-настоящему. Это как раз та цель, которой Бурунов шел годами, поэтому при всей скромности он не может скрыть искреннюю радость от такого комплимента. Это только первые наблюдения, которые дают нам сигналы о глубоких переживаниях Сергея Бурунова. Давайте пойдем дальше и посмотрим, где его внутренний мир раскрывается еще сильнее. На шоу «Вечерний Урган» Бурунов ведет себя соответственно формату, как комедийный актер, импровизирует, рассказывает смешные истории. Но на интервью у Юрия Дудя в 2018 году он раскрывается совсем в другом образе. Интервью получилось весьма эмоционально насыщенным и стрессовым. При этом Бурунов позже сказал на радио, что это было его лучшее интервью из всех. С самого начала чувствуется, что к Юрию пришел настоящий, открытый, прежде всего, человек. Хотя видно, что к передаче Сергей готовился, смотрел интервью Дудя и примерно понимал, какие будут вопросы, в том числе и неприятные. Создается ощущение, что именно подобные встречи проходят для него с полезным психологическим эффектом. Помогают открыться перед собой и зрителями, и посмотреть на себя со стороны. Бурунов располагается комфортно, расслабленно, в привычной для себя позе. Он одет скромно и бесхитростно. В отличие от вечернего Урганта, где важно было произвести хорошее впечатление как внешним видом, так и остроумием. То, что он транслирует миру, о чем говорит чаще всего, и выдает его глубочайшие мысли и переживания. У Дудя и в некоторых других интервью раскрывается несколько важных тем, которые позволяют нам узнать актера со всех сторон. Тема ненужности озвучивается Буруновым в разных интервью. Многие творческие люди тяжело переживают моменты, когда нет спроса на их творчество. Для Сергея эта тема очень актуальна и болезненна. О том времени, когда не было работы и молчал телефон, он вспоминает с нескрываемой грустью. Профессиональным образованием, которые делают что-то одно и не звонят. Вот это и есть это состояние. Телефон не звонит, агент не знает, что делать. Он говорит, ну не зовут, что я могу сделать. Когда вас показывали на главном канале страны, и после этого вот этот режим «Кота вокруг сметаны» тоже был? Ну конечно. Здесь становится понятно, почему актер так неоднозначно реагирует на упоминания о его таланте пародиста. После окончания «Большой разницы» эта амплуа достаточно долго играла против него. Должно быть, в те моменты Сергею казалось, что его известность в качестве пародиста или актера озвучки не приближает его к заветной цели, а только отдаляет от нее. Это тоже связано с этим вот, с отчаянием, потому что меня идентифицировали не как артиста там драматического, а как пародиста. Сергей ощутил чувство ненужности в полной мере и хорошо его помнит, несмотря на сегодняшнюю востребованность. Это был период отчаяния, вспоминать о котором тяжело, но и забывать нельзя, ведь успех и слава не вечны. Возможно, именно поэтому Сергей старается не поддаваться соблазну за звездиться. Вот, слава тебе Господи, что у меня как бы хватает мозгов и есть примеры перед глазами этого всего безумия, как был человек и все еб**ся. Ну, надо себя держать в руках, надо себя как бы над собой работать. При ответе на вопрос, как вы относитесь к коллегам по цеху без актерского образования, Бурунов серьезно задумывался. Ну, как я отношусь? Ну, как? Плохо! Ну, плохо отношусь, ну, как относиться? В любом деле есть ремесло и есть так называемый путь становления в любой профессии. Он состоит из разных там пригорков, ручейков, ям, оврагов, дорог, асфальтированных, не асфальтированных. Куда ты падаешь, встаешь, карабкаешься, идешь. Это путь становления в любом случае. А вот так, вот так, это нигде ничего не бывает. Очевидно, Сергей из тех людей, которые мечтают о справедливом мире, где успеха добиваются те, кто много работает. Поэтому он остро чувствует несправедливость в том, что к некоторым слава приходит очень быстро и без особых усилий. В то время, как он сам долго и усердно трудился, не получая отдачи от мира, соответствующей его стараниям. Бурунов признается, что завидует голливудским артистам и очень эмоционально рассуждает, как круто все устроено в их киноиндустрии. Да постоянно. Я им завидую в том, в каком процессе они участвуют и, конечно, какой материал достается им. Только в плане профессии им завидую. Потому что нам до этого, как до Китая на карачках. При этом он не рассматривает возможности попасть в Голливуд, так как уверен, что он там не нужен. Вы мечтаете когда-нибудь там оказаться? Где? В Голливуде. А зачем я там нужен? В его сознании присутствуют определенные ограничения, не позволяющие ставить настолько амбициозные цели. Возможно, поэтому Сергей со смехом отреагировал, когда Юрий Дути рассказал, что его коллега Александр Петров мечтает об Оскаре. Поэтому он целый серьезно это сказал? Нет, это сейчас правда? Либо цель получить Оскар кажется Бурунову невыполнимой для себя самого, поэтому распространяет эту установку и на Петрова. Либо Сергей не воспринимает серьезно Петрову и считает, что тому не хватает каких-то качеств, таланта или харизмы. Возможно, здесь проявляется своеобразная профессиональная зависть. Бурунову пришлось пройти долгий путь, а Петров очень быстро стал знаменит. Здесь невозможно ответить однозначно, потому что мысли мы читать не умеем. Здесь мы видим, как уровень амбиций человека и отношений к самому себе может открываться весьма неожиданно. В моментах, когда он говорит о других людях. Тема отношений с родителями часто всплывает в интервью Бурунова и очевидна, имея для него большое значение. Из разных интервью видно, что Сергей с огромной любовью относится к ним. Хотя они и были довольно авторитарны в некоторых вопросах. В частности, сначала были против того, что он становился актером. Потому что там и родители капали на голову, там на шею сели мне каждый день вот это вот. Мы тебя, мы что, сколько ты, тебе уже. Как тебе не стыдно, мог бы стать человеком, был бы сейчас летчиком, вот это вот все. Тема взаимоотношений с матерью и ее смерти до сих пор остается для него очень тяжелой. Это невозможно не заметить в его невербальном поведении. Слезы на глазах, прикрытие рта, нежелание говорить, вздохи и паузы. При этом дергаются плечи, Сергей запинается, прикрывает рот. Все указывает и на то, что он испытывал вину долго и хронически, пока не оказался на приеме у психотерапевта. И даже после этого один из психологических приемов, принятие данности, дается ему с трудом. На это указывают шаблоны фразы. Это был ее выбор. Потом будете винить себя. Ну хотя сейчас я уже спустя какое-то время перестаю винить себя, в конце концов, за что? Это был ее выбор. И тут же оговорка. Ну как мне врачи говорят. Очевидно, смерть матери оставила огромную дуру в душе у Сергея. А тот факт, что ему тяжело было избавиться от чувства вины, еще сильнее усугубил это переживание. И при следующих наблюдениях мы уже видим наверняка проявление истинного состояния Сергея, что и подтверждает предыдущие наблюдения. В интервью с Дудем Сергей не сразу говорит, что ходил к психотерапевту. Он использует слово «врач». Когда Юрий задает прямой вопрос, Сергей словно оправдывается, что обращается к психотерапевтам. Это нормально. Вот, может быть, с одной этой стороны и хорошо, но это все же вопросы, как мне врач говорит. Но я тревожный человек, собственно. Врач-психолог? Да. Психотерапевт. Я сначала одно время это стеснялся, но как бы вот это же все как-то сидит внутри. В интервью из Куар Сергей рассказывал, что после смерти мамы испытывалось ли не страх одиночества. Тогда он действительно был один. У него не было ни семьи, ни отношений. Говорит, что не знал, как жить дальше, ему очень нужна была помощь. Сергей признается, что до этого момента он не признавал психологов, как и многие россияне. Бурунову диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и затяжную депрессию, из которой он выходил еще 6-7 лет. Сергей рассказывает, что посещал разных психологов, лечился и таблетками, и диетами, и разговорами. Сейчас состояние Сергея улучшилось, однако он признает, что следовало бы больше времени уделять своему здоровью, как физическому, так и психологическому. Бурунов рассказывает, что во время посещения психологов узнал многое с точки зрения работы над собой, о том, что ему мешает жить. Можно предположить, терапия помогла не только пережить потерю, но и настроиться на движение в нужном направлении к профессиональному успеху. Об отношении к себе и своим особенностям Сергей говорит свободно. У него много комплексов, часто принижает себя и свои таланты. Очень силен так называемый внутренний критик. Например, это заметно, когда он называет актеров продавцами воздуха. Мы-то продавцы воздуха. Почему? Ну, потому что у нас ничего нет. У летчика есть самолет. Пришел, дай ему самолет, он полетит. А у нас нет ничего. Вот сейчас вот что, сделайте что-нибудь, Сергей. И все, и пфф, и все. Бурунов часто задумывается над вопросом, туда ли он идет, правильно ли поступает, и легко может себя загнать в тоску и уныние. Вас теперь тяжелее задеть, вас тяжелее вогнать в грусть. Но это я сам могу сделать. Я же тот еще мозг. Актер признает свои страхи, тревожность и переживания. И старается работать над их преодолением. Но можно ли при такой постоянной самокритике быть в гармонии с собой? В диалоге о матери Бурунов раскрывается как одинокий человек. Он говорит о том, что ближе матери никого быть не может. А кто может еще быть ближе? Не будет никого. Никогда. Что даже жена тебе не станет ближе. В жизни Сергея были периоды, когда близкий человек был поддержкой и опорой. Но были и такие, когда он разочаровывался в отношениях. У меня было такое, когда ты просто вот, есть человек рядом с тобой, и он верит в тебя. Вот эта вера, она дает колоссальный какой-то вектор вообще, такой силовой, внутренний. Радоваться не все умеют. Твоим победам, твоим удачам. У меня было в жизни, когда мой близкий человек мне завидовал. У меня летели сковородки, тарелки из-за того, что я работаю, а он нет. Сергей также замечает, что с возрастом становится все сложнее и сложнее найти человека, который бы тебя действительно понимал и принимал таким, как есть. На возражение о том, что у него много поклонниц, реагируют скептически. Популярный человек, мне кажется. И что? Поклонниц, немалую. Ой, нет, нет. Нет, ну одно дело, ну что значит поклонница? На вопрос о друзьях на интервью для Esquire отвечает, что он, наверное, не очень хороший друг и вообще не умеет дружить. Старается даже не называть никого друзьями, так как это накладывает слишком серьезные обстоятельства. Становится понятно, что одиночество – постоянный спутник Бурунова. В этом плане наличие большого количества работы является для него временным спасением. Он боится остаться один навсегда, но в то же время боится близких отношений, так как они уже не раз приносили разочарование. Как есть у любви другое дно, а там говно, говно, говно. Вы бы предупредили, я бы себя интеллигентно вел, культурно. Анализируя поведение человека, стоит обращать внимание, какие моменты вызывают у него максимальный эмоциональный отклик и что преобладает в его эмоциональном спектре. В словах Сергея можно заметить немало скрытой агрессии. Это злость на мир в целом, на его несправедливость. Бурунов осознает, что успех пришел к нему не так рано, как того хотелось бы. Собственный нераскрытый потенциал также очень злит Сергея. Это злость от бессилия, злость на то, что в нем видят способности, а не возможности. А ему хочется доказать себе и миру, что он способен на большее. Злость и гнев выступают у Бурунова как защитная реакция. Чтобы не впасть в отчаяние, необходимо иметь силы к борьбе. Сергей находит эти силы, сравнивая себя с теми, кому еще хуже. Это дает ему отрезляющий взгляд на величину собственных проблем. В то же время, столкнувшись с горем других людей и сопереживая им, Сергей пришел к занятиям благотворительностью. Он жертвует деньги, участвует в мероприятиях и подключает к этому своих поклонников. Так он даже побил рекорда Александра Петрова, собрав для фонда Константина Хабенского около 400 тысяч рублей. Творя добро, Бурунов верит, что сделает этот мир хотя бы немного лучше. И это дает ему силу. Также большое значение для Сергея имеет то, что его творчество улучшает настроение людям и помогает справляться с трудностями. Бывает, сидишь и идит твоя мать. Это все нужно. Вот так вот сядешь и вообще куда, зачем, жизнь я свою провожу. А потом человек на улицу подходит и говорит, спасибо вам за то, что вы есть. Я лежал в больнице, меня это вытащило. Или там, спасибо, что вы есть в моей жизни. Вот ради этих моментов и стоит это делать. И ради этих моментов и стоит жить, этим заниматься, мне кажется. Еще одно средство борьбы с несправедливостью мира – юмор, самоирония и сарказм. Что тоже является хорошим защитным механизмом. Или как там говорится, оптимист пришел на кладбище и увидел сплошные плюсы. И такое бывает. Здесь должен был быть смех. Ну ладно. В комедийных фильмах и развлекательных шоу Сергей выглядит весельчаком и балагуром. Но в жизни он одинокий человек с неврозами и склонностью к депрессиям и тревоге. Любимая работа спасает от отчаяния. Но можно ли назвать его счастливым? Когда Брунов говорит, что он счастливый человек, мы понимаем, что это не искреннее самоопределение, не чувство. Речь идет о сравнении с теми, кому еще хуже. На их фоне все проблемы выглядят пустыми. Я счастливый человек. Приунываю. Бывает. Вот, не скрываю. Но сказать, что я несчастен, не могу. После смерти моей мамы я понял, что на всю ту хуйню, на которую я тратил свою жизнь и все мысли, и на всю суету, это казалось действительно хуйней. Конечно, ни о каком счастье здесь и речи нет. Лицо печальное и задумчивое. В словах горечь и грусть. Как же актеру с такой глубокой печалью в душе удается вызывать так много позитива у зрителей? Да черт его знает. Ну так сложилось. Я не знаю, как это объяснить. Ну, для того, чтобы вот, наверное, я это вот все знаю, вот эти мои тараканы помогают мне делать то, чтобы вас весели, чтобы вы это забывали и обходили вот этих тараканов. Реальная жизнь многих артистов комедийного жанра скрыта от глаз зрителя. И когда на экране видишь веселого комика, возможно, что за юмором, иронией и сарказмом скрывается большая печаль. А обеспеченный образ выступает лишь защитной ширмой для отчаяния безысходности и глубоких переживаний. В этом выпуске мы провели анализ личности Сергея Брунова, используя комплексный подход. Мы рассмотрели не только невербальные признаки, но и другие сигналы, многое говорящее о состоянии человека, его риторика, часто затрагиваемые темы, эмоциональные реакции на оценки и шутки от других людей. В повседневной жизни мы чаще всего просто не обращаем внимания на такие моменты, хотя и улавливаем многое подсознательно. На сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в другах и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Заломил в контракте. Говорит, я вам что, бля, Бурунов, что ли, жить вот в этой маленькой хуйне? Поэтому давайте мне, говорит, двухкомнатную. Тут растет. Как бывает. Слушай, такие требования артиста Петрова. Мы не можем, мы прогибаемся только под него. Продолжение следует. Продолжение следует...